Тема посвящена тем процессам, которые мы можем сегодня наблюдать. Это, с одной стороны, научно-технический прогресс, который уже продолжается и не останавливается. А с другой стороны, что такое эволюция? Эволюция тоже, никто не говорил, что она отменилась, что она закончилась. Эволюция тоже продолжается. И вот сегодня такой вопрос, что технический прогресс уже влияет на эволюцию. Если само развитие технологий произошло из-за того, что человечество развилось, развились его технологии. И, собственно говоря, это вписывается в некий контекст самой эволюции человека. Сначала были животные, которые стали людьми, и потом люди уже начали развивать технологии. В этой комбинации эволюция привела к техническому прогрессу. Сегодня, наоборот, технический прогресс влияет уже на эволюцию, на те условия, в которых эта эволюция продолжается. Естественно, мы создали определенные тематические зоны. И эти зоны, в принципе, достаточно выстроены очень четко. Вправо от входа в зал в стороне, если говорить языком биополитики, то там представлена так называемая в греческом языке зоя. То есть жизнь в ее чистом виде, в ее стихийном проявлении. Там даже можно увидеть разговор двух стихий. То есть стихии воды и земли. Ну вот, даже если мы начнем говорить с проекта Гамлета, который называется «Шмат земли». Этот проект рассказывает о последствиях коллективизации, которая была еще в советское время. О том, что люди имели какие-то свои земли, свои владения. Потом эти земли отбирались. И уже следующие поколения даже не помнят о том, что у них, у семьи вообще были эти земли. Была какая-то история. Была своя земля. То есть все как бы перемешалось уже в этом историческом контексте. Мы сейчас находимся как раз в той зоне, которая вот в моем понимании как куратора относится к вот этому вот стихийному и рациональному миру, который вобрал в себя традиции, там, может быть, религии. Все, что как бы иррационально, все то, что вошло в нашу, скажем так, историю культуры под названием религии, оккультизм, там, какие-то верования и так далее. Все это, начиная там с эпохи Возрождения, начало отхидываться. То есть, как бы, происходила некая секуляризация, отстранение от религии, от разных каких-то верований и вера в науку. И вот эта вера в науку привела нас к мысли, что все люди прошли от обезьян, произошли от обезьян. И получается, что все вот эти вот иррационалистические вещи как бы нужно откинуть. Но здесь таится, как бы, второй соблазн. Это то, что откидывая все иррациональное, мы приходим к рациональному, которое готово, как бы, вообще сделать из нас некую голую жизнь. То есть, сделать из нас неких объектов такой биополитики, которые государство решает полностью, как бы, кто достоин, как бы, лучшей жизни, кто не достоин и так далее. И как раз вот в тех вот иррациональных вот этих вот верованиях была такая вот связь первичной жизнью, как бы, органическая связь, в которой жизнь не исключается, а которая включается. И у людей остается возможность мыслить себя как индивидуума в более широком понимании, скажем так. Вот, например, взять, допустим, работу Нины Мурашкиной. Вот для меня это, как бы, некая иррациональность, как бы. Там можно увидеть и эротику, и мистицизм, и какую-то вообще алхимию даже. И с другой стороны, рядом тут стоят какие-то вот объекты, напоминающие о том, что у нас была этника в нашей культуре, в нашем происхождении. И в то же время работа Чичкана, где обезьяны читают книгу Дарвина, говорит о том, что все это должно быть из нашего сознания вытеснено, вытеснено наукой, причем беспощадно. Но с другой стороны, в самой работе Чичкана кроется некая ирония на эту тему, потому что он читает, в принципе, книгу, которую Дарвин не писал. Мне чем и нравится вот это вот расположение работ в пространстве, причем достаточно разных, тем, что между ними возникает диалог, которого, в принципе, в жизни нет между работами. И вот именно пространство создает этот диалог, который способен натолкнуть человека на какую-то мысль, которую он, изучая только одну работу, может и не прийти к ней. И в этом как раз плюс любой выставки, любого как бы вынесения работы из герметичного своего пространства, мастерской в пространство уже выставочное. Мы сюда приходим, здесь в этой зоне как бы превалирует тема воды. Тут можно увидеть вот работы Татьяны Богославской, которая изучает как бы экологическую составляющую нашей природы, которая называется Dniprish Surface. И тут же вот рядом киевские фонтаны заброшенные, которые уже стоят без воды. Тут как бы вообще целая жизнь микроорганизмов, которые вот как раз раскрывают те смыслы, которые закладывал и Фуко, и Агамбен о том, что вот что такое жизнь, да, что такое коллективная жизнь. Биос или Зоя. Так вот, в коллажах Ляпина мы тут уже как бы даже не можем понять, что это такое биологическая жизнь или социальная. То есть как бы такое вот некое смешение контекстов. Ну и как же обойтись без самого голого тела и такого понятия, которое еще ввел тот же Джорджио Агамбен. Голое тело, вот оно как бы в его таком рационалистическом восприятии. Я думаю, что Роман Пятков как раз очень хорошо выразил. Схемы и само рационалистическое, урбанистичное, такое технологичное восприятие тела, его вписанность, скажем, в какие-то технологии и практики, связанные со строительством общества и так далее. Работа Юрия Беляева. Это только часть ее проекта. Вообще-то этот проект как бы включает 3D-реальность. И называется он Last Human and Mother and Baby. То есть это как бы размышления о постапокалиптическом обществе, к чему оно придет вообще. Придет ли оно к той жизни, которая была, или это уже будет только иллюзия той жизни. То есть как бы иллюзия, созданная мечтой о возврате к тому, из чего все начиналось. Проект Антона Логова и Карр – это как бы такое сплетение биологического и политического и конструктивного. И тут читается какой-то диалог, вообще-то, с Татлиным, с авангардом. Соединить как бы техническое и гуманистическое соображение в один какой-то концепт. Картина Юрия Пикуля, по моему мнению, она как раз вот тоже отображает вот это вот рационалистическое такое вот отношение к человеку, к индивидууму, как к какому-то болту или к какой-то детали в системе общества, из которой можно лепить что-то там, как бы выдалбывать из нее и так далее. Это часть зала как раз. Если тут мы говорили о иррациональном, о мистическом прозрении, то вот эта часть зала, она как раз относится к рациональному, к техническому. То есть если тут можно говорить о биологии, о эволюции природы человека, то тут речь идет о научно-техническом прогрессе, о том, какие условия он создает для современного человека. Таким образом получается диалог между двумя этими пространственными, скажем так, зонами. С одной стороны эволюция, с другой стороны механизмы и научно-технический прогресс. Поэтому тут присутствуют как бы и механизмы, и технологии, и вот информационные технологии. У Сергея Западни особенно там как бы вот читается как раз. Ну вот, собственно говоря, да, вот Никита Цой, мне его, кстати, работы очень понравились, именно тем, что тут прямое взаимодействие технологий он изобразил, и человека. То есть как бы его тело поддается каким-то трансформациям в этой стиральной машине. Стиральная машина – символ какого-то технологического. И телесная – как жертва, да, вот этих технологий. С другой стороны наше сознание настолько уже привыкло ко всяким вот этим вот надписям технологическим и так далее, что я бы даже сказал, что наш взгляд даже где-то как-то ищет эти все вещи, как бы как некий ориентир, символ времени может даже. И это кажется даже более надежным, чем какие-то там иррационалистические поиски в своем же сознании. И отсюда возникает такая плоская реальность, в которой вот только технологии и человек, который не ищет в себе какие-то экзистенциальные там материи, пытается просто адаптироваться, окружить себя технологиями, новыми гаджетами для того, чтобы манипулировать миром, там как бы общаться с ним как-то, но при этом оставаясь практически эмоционально незадействованным. В соцсетях вот эти все переписка, как бы, она указывает опять-таки на какие-то эмоции, которых человек не проживает, он их не ощущает. Получается, что вот это непроживание этих эмоций, благодаря технологиям, оно как бы сказывается на человеке. То есть его внутренний мир, его ощущения от жизни, его способность воспринять эмоции другого человека, сопереживать, страдания или радости, оно очень сильно как бы уменьшается. То есть люди становятся сами похожими на какие-то устройства, которые способны однотипно как-то отвечать, однотипно как-то там реагировать, но при этом не задействовываются ни какой-то опыт широкий, ни какие-то ощущения, которые были пережиты. То есть, грубо говоря, люди даже иногда не могут друг друга понять из-за того, что они не пережили того же опыта. Кстати, интересно, вот эту тему выставки развивает работа Алексея Буистова. Алексей Буистов проводит аналогии с биополитикой. Биополитика – это как концепт, который сравнивает общество с функционированием некого организма. И вот у этого организма, как и у человеческого организма, могут быть какие-то привычки. Даже могут быть плохие привычки, вредные для его здоровья. Но с другой стороны, для того, чтобы он не деградировал и сам и не уничтожил, он должен в какой-то момент, этот организм, избавиться от этих привычек, от старых каких-то установок. Но это всегда сопутствует с каким-то дискомфортом. Здесь изображены часы Колгейт в одно и то же время. И в концепции как раз и говорится о том, что миром правят привычки. Тему цифрового бессмертия развивается у Светлана Сова. Она использует ссылки на концерты Ивана Денисенко, который в этом году, к сожалению, ушел от нас. То, что остается в цифровой памяти, это вот эти ссылки. У Юрия Северина такое ощущение, что мир сошел с ума. В нем происходят какие-то вещи, привычные вещи обретают биоморфические формы. Общество как будто сошло с ума. Оно находится в каком-то таком авторитарном желании подчинить себе материи, допустим, понятия, но в то же время находится в каком-то шизоидном состоянии. Интересное видео совершенно такое. Сергей Игнатенко и Евген Тайн. Мне кажется, это что-то вообще как бы запредельное. То есть это некое такое социальное аутсайдерство, которое, тем не менее, наполнено как раз жизнью. Потому что общество, кстати, я возвращаюсь к тому же Агамбену, исключение нашей биологической жизни из тела, как бы, социальной жизни. Это как бы основная тема социализации. А тут происходит другой процесс, возвращение как бы жизни в социум. Тут интересная вещь такая получается. Современное искусство пытается вернуть как раз жизнь обществу. Идея у Агамбена была в том, что для того, чтобы участвовать в социальной жизни, мы все неосознанно, как бы, свою биологическую жизнь, как бы, исключаем. Таким образом, чем больше ты исключаешь, тем больше ты социализируешься. От этого процесса общество становится, как бы, такое, как будто бы безжизненное. Все превращается в такую вот монополию государства, в которой отсутствуют, как бы, эмоции. Искусство, как бы, современное, оно пытается в эту современную жизнь, ну, индустриальную, вообще, как бы, вот такую рациональную, внести такой вот поток такого иррационализма, скажем, такой. Вернуть, как бы, жизнь, восстановить некий дисбаланс, который существует в обществе. Но, с другой стороны, когда зритель приходит в пространство искусства, то ему может показаться наоборот. То есть, может возникнуть мнение, что, как бы, какой кошмар, да, в искусстве происходит, лучше я вернусь в общество, где все правильно, понятно и четко, и, как бы, не нужно, как бы, особо, там, испытывать какой-то дискомфорт. Двоякость есть и как в обществе, и как в современном искусстве.